Всем доброе утро! В эфире новости. С вами я, их ведущий Антон Скаля. Самым важным к столь раннему часу в ближайшие пять минут. Бесплатными горячими обедами накормят почти 40 тысяч школьников Барнаула с 1 по 4 классы в будущем учебном году. Финансирование поступит сразу из трех бюджетов – федерального, краевого и муниципального. По словам мэрии, школы Барнаула полностью готовы обеспечить начальные классы горячим питанием. Всего на организацию бесплатных обедов Алтайский край получит 350 миллионов рублей из федерального бюджета. Сумма предусмотрена до конца этого года. В будущем выделят дополнительные средства. Добавлю, если у вас возникли вопросы по организации горячего питания в школах Краевой столицы, то можно позвонить по телефонам горячей линии. Номера вы их видите на экранах. Занятия в бассейнах разрешили в Алтайском крае. Изменения в соответствующий указ унес губернатор Виктор Томенко. Теперь разрешены тренировки для спортсменов сборников. Тем не менее, есть ряд условий. Так, загруженность объекта должна быть не больше 25%. Кроме того, тренировки разрешены при наличии паспорта готовности бассейна с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора и при согласовании с Министерством спорта Алтайского края и региональной федерации плавания. Зрители на трибуны не допускаются. В Алтайском крае определились финалисты чемпионата России WorldSkills среди учащихся среди специальных образовательных учреждений. Все подробности в сюжете Константина Ганова. Мы в Барнаульском лицее железнодорожного транспорта. Здесь проходит этап чемпионата России WorldSkills по компетенции управления локомотивом. А теперь вопрос, ответ на который знают даже не все рядовые железнодорожники. Перед нами колесная пара. Оба колеса крутятся с одинаковой скоростью, потому что это колесная пара. Вопрос, как поворачивает локомотив? Ответ в конце выпуска. Уже несколько лет в рамках всемирного движения WorldSkills учащие так называемых ПТУ соревнуются за звание лучшего в своей профессии. На уровне города, региона, страны. Лучшие молодые плиточники, механики и представители других профессий представляют Россию на чемпионате мира WorldSkills. В прошлом году такой чемпионат проходил в нашей стране, в городе Казань. В этом году в связи с пандемией региональные этапы чемпионата России проводятся онлайн. Несколько камер внимательно следят за испытуемым, а эксперты по ту сторону мониторов фиксируют каждый его шаг. Это Антон Дронов, студент Барнаульского лицея железнодорожного транспорта, победитель прошлого регионального этапа чемпионата WorldSkills в компетенции управления локомотивом. В этот раз за выход в финал он борется с ребятами из 22 регионов страны. Ну, наверное, сложнее всего было с волнением справиться. Если бы не было волнения, я думаю, и модули были бы не очень такими сложными для меня. На нашей компетенции целых пять модулей, где Антон должен хорошо знать нормативные документы, правила технической эксплуатации, инструкцию по движению поездов, инструкцию по сигнализации. Это один из сложнейших модулей для испытуемых. Имитация пневматической тормозной системы железнодорожного состава. Множество датчиков, предохранителей трубок и прочих агрегатов, название которых простому человеку ничего не скажет. А этот тренажер, похожий на компьютерную игру, имитирует вагон локомотива. При этом сам тренажер запрограммирован на имитацию любых погодных и технических условий, вплоть до урагана и схода с рельсов. Все испытания Антон прошел уверенно, без единой ошибки. И у него есть все шансы на выход в финал. Сегодня известно о восьми финалистах в пяти компетенциях. Это электромонтаж, медицинский уход, туризм, предпринимательство и изготовление прототипов. Результатов ожидаем еще по пяти профессиям, среди которых и управление локомотивом. В начале выпуска мы задали вопрос, как поворачивает локомотив, если оба колеса, а это колесная пара, крутятся с одинаковой скоростью. Обратите внимание на сечение колеса. У него два диаметра, внутренний и внешний. И эти диаметры разные. То есть здесь колесо проходит меньший путь, а здесь больший. Вот и весь секрет. Казатенганов Анатолий Фукс, новости. На этом у меня все. Я желаю вам хорошего дня и отличных новостей. Редактор субтитров А.Семкин